Всем привет! Меня зовут Лилия Бойко. Спасибо, что заглянули на мой канал. В этом видео с таким интригующим названием я решила поделиться такими жизненными ситуациями, с которыми сталкиваются многие мамы, я уверена, и о которых сейчас весело вспоминать. Это о тех, которые уже прошли, да, моему ребенку сейчас три года. И о тех моментах, которые я и сейчас продолжаю испытывать. И думаю, через какое-то время это видео будет навевать такую ностальгию, что ли, и будет поднимать настроение. И это видео я снимаю с другой мамой-блогером Таней Матаней, которую я знаю уже давно. И ее канал у меня ассоциируется со сплошным позитивом, с морем полезных идей по развитию детей. Она этим занимается очень тщательно. Не то, что я сдала ребенка в садик и все. Так что советую после просмотра перейти по ссылочке под видео на ее канал и посмотреть ее вариант этого видео. Насколько я знаю, он немного в другом русле снят, а вот в каком вы узнаете сами. Итак, поехали! Мой сын родился в сентябре. И сначала какое-то время мы там сидели в доме, потом гуляли на балконе. Потом, когда уже начали выходить на улицу, то стало достаточно прохладно. И я, как заботливая, самая заботливая мама, естественно, его одевала просто как капусту. Потом мне муж скинул фотку с интернета, где там что-то типа забота бывает чрезмерной. Я вставлю эту фотку, если найду. И я посмеялась так, а потом он мне скинул через несколько месяцев фотку зимой. Марка, как я его одела на прогулку. И там, знаете, найди 10 отличий. И при этом я искренне верила, что я одеваю ребенка по погоде. И что он же лежит в коляске. Он тогда еще там не переворачивался особо, наверное. И он реально замерзнет. Хотя это было точно не меньше, ну, 10, минус 10 градусов. Потому что в более холодную погоду мы, естественно, просто не выходили на улицу. Так что сейчас смотрим на эти фотки и просто угораем. Все мамы фоткают детей спящими. Потому что именно во время сна кажется, что они самые-самые такие ангелочки. И они самые симпатичные. И вообще потом высылают эти фотки всем своим знакомым. Я очень стараюсь сдерживать себя в таких порывах. Потому что мои подруги еще без детей. В основном только у одной есть ребенок старше моего. И мы, у нас не принято в компании обговаривать детей, обмениваться фотками. Но, знаете, рука так и порывается. Помимо мужа и мамы выслать еще кому-то заценить фотки ребенка. После родов я постоянно проверяла, дышит ли ребенок. У меня это первенец. Думаю, я не исключение. И реально мне было как-то страшно, что он постоянно спит. Просыпается только на кормление. И поэтому я могла часами сидеть и посмотреть. И смотреть, как поднимается его грудь. И, кстати, если вы рожали зимой, то это еще усложняет задание. Потому что он укутан весь в одеялках. И проверить, дышит ли становится еще сложнее. Для тех, кто не рожал, сложно описать то чувство, когда ты впервые выходишь без ребенка на улицу. Это обычно поход в магазин или там на какой-то УЗИ к врачу. Но у тебя чувство, что ты просто едешь там в Майами отдыхать. Потому что ты чувствуешь прям все прелести свежего воздуха. Ты видишь краски в более ярких тонах. И ты как будто заново родилась. И ты прям готова обнимать прохожих. И хочется задержаться в магазине. Рассмотреть там все ценники. Потому что ты так давно этого не делала, не вкушала этой свободы. На целых 2 часа, пока не нужно возвращаться и кормить снова ребенка. Думаю, все, когда заканчивают грудное вскармливание, я это сделала в 11 месяцев, идут в загул просто. Мы тогда, помню, с мужем быстренько очень собрались и поехали в Турцию. На целых 5 дней. Ребенка мы оставили бабушке. И, ну, хоть моя мама боялась оставаться с Марком, но она видела, насколько мне это нужно было. Потому что, ну, за эти 11 месяцев я, можно пересчитать, наверное, на пальцах одной руки, сколько раз я выходила без него куда-либо вообще. Не говоря уже о том, чтобы куда-то выехать из Киева даже. Потому что у меня были определенные проблемы с лактацией. И я боялась отъезжать далеко от врачей, массажисток и так далее. В общем, и тогда, когда мы поехали в Турцию, ну, это, наверное, один из отдыхов, о котором стыдно кому-то говорить. Но это то, что реально нужно каждой маме. И это поймет, наверное, только другая мама или муж. И помню, еще у меня был такой список дел. Я старательно записывала его в заметке на телефоне, что я сделаю, когда завершу грудное вскармливание. Там, знаете, было что-то типа там татуаж, лазерная апелляция, еще там разные процедурки, которые тоже нельзя. Ну, и плюс там, ясно, и шоколады, и алкоголь, клубы. И, в общем, все-все-все. Дальше, когда вы становитесь посвободнее, когда уже можете оставить кому-то ребенка на несколько часов и выйти в свет, вы начинаете вспоминать, какие у вас есть наряды, которые вы не носили, ну, как минимум два года. Вы вспоминаете, что есть туфли на высоких каблуках, вы вспоминаете, что есть лифчик обычный с пушапом, а не для кормления. И тогда вы начинаете искать мероприятие, куда можно это все одеть. Мне вот сейчас повезло, у нас в этом году все наши друзья поголовно решили жениться, и у нас, по-моему, уже шестая свадьба через месяц, только за это лето. Так что я уже переносила все свои праздничные платья, каблуки, наряды, купила что-то новое и утолила этот голод, который копился в течение вот три года ребенку, плюс еще один беременности. Так что, да, ты начинаешь искать, куда же нарядиться. Знаете, с детства я была мега брезгливой. Меня приучали мыть руки по сто раз на день, мыть тщательно ягоды, фрукты, сорвав с дерева даже на даче, прежде чем кушать. И, естественно, после рождения ребенка, я сначала стирала все вещи по каждый день, да, все гладила. Когда он начал ползать, я вымывала полы по пять раз в день. Но потом в какой-то момент я поняла, что это все бесполезно. И уже, знаете, начала следовать правилу, что если что-то упало, лежит на полу меньше пяти секунд, то можно считать, что оно не упало. Ну и сейчас я уже легко вообще смотрю на то, как ребенок может лечь на пол где-то в общественном месте, либо берет там, не знаю, какие-то камни в рот. И я уже даже об этом не парюсь. Кому знакомо то чувство, когда у тебя в кои-то веки получилось оставить ребенка на ночь родителям и устроить романтический вечер, который ты продумываешь там несколько дней, предвкушаешь, как это все будет, закупаешь какие-то фрукты, шоколад, вино, подбираешь фильм, какой мы посмотрим с мужем. И потом в разгар всего этого веселья ты просто понимаешь, что ты сейчас вырубишься, уснешь, потому что ты не высыпалась целую неделю и сил просто нет. И наутро ты понимаешь, что вроде бы и все хорошо, ты выспалась, но как-то видно, что не удалось в той романтике, о которой мечтала. Я делаю маникюр гель-лаком дома, сама себе, и очень часто у меня так бывает, что я успеваю сделать за один заход только одну руку, даже если это какой-то яркий цвет, я могу несколько дней проходить с одной накрашенной рукой, потому что у меня просто нет времени сделать маникюр на второй руке. Особенно пока еще мой ребенок не ходил в садик, это было вообще постоянной моей темой, потому что я могла делать маникюр только пока он спит днем, так как ночью у меня уже не было сил садиться и начинать весь этот процесс. Это все пункты, о которых я вот так вот быстро смогла вспомнить. Мне очень интересно почитать ваши пункты в комментариях, потому что уверена, есть еще масса таких вот историй, которые знакомы всем мамам. Так что давайте вместе повеселимся, почитав комментарии. И напоминаю, переходить по ссылочке под видео на канал Тани Матани и смотреть видео «Все мамы делают это у нее». А мы с вами скоро увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. И до встречи! Пока-пока! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok